Здоровый образ жизни и спорт в Абхазском государственном университете уважают не только студенты, но и преподаватели. Союз студентов АГУ выдвинул предложение сыграть с профессорско-преподавательским составом университета дружественный бескомпромиссный гала-матч. Впервые решили провести этот матч. Все-таки коллектив большой. В процессе общения люди будут узнавать друг друга, равняться на старшее поколение, преемственность поколения должна у нас быть. Боремся за души наших детей и за здоровый образ жизни, чтобы они вели правильный, красивый образ жизни. Такие спортивные мероприятия способствуют развитию массовой физической культуры спорта, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья, говорит Юрий Трувалев. Матч, который даст возможность порадоваться нашим остальным студентам, посмотреть. И нам, профессорско-преподавательскому составу, сформировать свою команду, чтобы в будущем принимать участие в каких-либо турнирах. Может межвузовских, может межорганизационных, которые будут проводиться в республике или городские мероприятия. Пробный шар в виде гала-матча между преподавателями и студентами проводится впервые. В сентябре мы проведем такую же игру. Я думаю, что у ребят глаза горят. Стараемся идти им навстречу, потому что не только мы диктуем наши взгляды, но и хотим принимать то, что интересно им. Дружеский футбольный матч между студентами и профессорско-преподавательским составом АГУ прошел на славу. На футбольном поле развернулась настоящая борьба. Игроки крутили финты и буквально вырывали мяч друг у друга. В начале первого тайма первые два гола забил деканфеологического факультета Батал Хагуш. Обычно у нас участвуют все факультеты, но мы решили в этом году, это лет пять назад было, чтобы преподаватели сыграли игру со студентами. У участников студенческой команды ни одного профессионала нет. Там все любители, потому что у нас очень много студентов-футболистов. Мы как раз приняли решение, чтобы профессионалы не участвовали в этой игре. И все мероприятия, которые будут проводиться в Абхазском государственном университете, посвящены юбилею, 30-летию Дня Победы. Футболисты-любители сыграли два тайма, на каждой из которых отводилось по 20 минут. Трибуны были полны зрителями, но у студентов своя группа поддержки. За ребят пришли поболеть однокурсники. Друзья мои, когда команду студентов играют, я пришел их поддержать. Если честно, интересно наблюдать будет за таким матчем, потому что люди постарше играют, которые поопытнее. И молодежь играет тоже. Не знаю. Матч будет интересный. А ты пришел болеть за педагогов? Не, не за студентов. Друзья мои играют все-таки. Надо их поддержать. Как ты думаешь, кто в этой борьбе выиграет и все-таки за кем будет победа? Мне кажется, почему-то то, что педагоги выиграют. В упорной борьбе матч завершился в ничью со счетом 6-6. В серии пенальти одержали победу студенты Агу. Лучшим игроком матча был признан Алхас Квинджем. Эмоции, честно говоря, непередаваемые. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем организаторам данного мероприятия. У нашего университета вообще очень большие традиции насчет проведения мероприятий. Но подобного футбольного такого матча между студентами и преподавателями еще не было у нас в университете. В университете это, так сказать, такое открытие. И, честно говоря, очень приятно было принять в этом участие. Очень хороший напряженный матч. Преподаватели показали очень высокий класс свой, но мы старались бороться. Уступали по ходу матча, но смогли добиться победы благодаря борному характеру. И надеемся, что мероприятия подобного рода будут проводиться чаще и привлекать всех к здоровому образу жизни, игры в футбол и других видов спорта. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Адица Сагаря, Заур Кварча, Абхазское телевидение.